На основании запросов жителей города Тараза утверждена трехлетняя дорожная карта инфраструктурного развития. В нее включены, не находившие много лет решений, резонансные вопросы, как ремонт уличных дорог, уличное освещение, прокладка водопровода, благоустройство дворов и детских игровых площадок, восстановление рыков и лотковых систем, очистка каналов. Об этом в ходе брифинга сообщил Аким города Тараза Ержан Желхабаев. В ходе брифинга Ержан Желхабаев сообщил, что на очистку ирригационных систем города из местного бюджета выделено 120 миллионов тенге. Всего в Таразе из 1330 улиц освещены 293. А в этом году в Таразе проведут работы по освещению 124 улиц на сумму 1,1 миллиарда тенге. Также будет проведен средний ремонт 34 улиц на сумму 2 миллиарда тенге. Кроме того, на такую же сумму благоустроят 100 дворов, придав им современный вид. В Таразе насчитывается 1399 многоквартирных жилых домов. Из них 410 прошли модернизацию. 716 домов нуждаются в ремонте. 273 дома находятся в хорошем состоянии. Еще на 160 миллионов тенге будут проведены сейсмоусилительные работы двух общежитий. 10 домов будут оформлены муралами. На 329 миллионов тенге будут проведены работы по очистке каналов Капал, Турегельда, Харасу-1, Харасу-2, Ушпулак и Сенкебай. В рамках проекта Таразга-Тарту будут благоустроены 16 городских скверов на сумму в 500 миллионов тенге. Пригородные массивы Тараза больше не будут испытывать с дефицита электроэнергии. В частности, для подключения жилых массивов Кумшагал, Шульдала, Култоган, Казалабад, Казарма и 28 дачных участков электросетям города необходима отдельная подстанция. Его проектно-сметную документацию готовит Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Затем в республиканский бюджет направится заявка. Если средства будут выделены, строительство начнется в следующем году. Сейчас проложена временная линия электропередач, поэтапно подключая к городской электросети. Сейчас подводка завершена в массив Казалабад. Сегодня ведутся работы по подключению массивов Жиделя, Култоган. Также Ержан Жалхабаев остановился на ценообразовании.